приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание нашим дорогим и любимым родственникам близким людям и поговорим о том почему не стоит помогать родственникам в чем них никогда не стоит помогать а также какие уроки вам нужно вынести понять потому что ваши родственники ваши близкие люди они могут стать не просто для вас врагами они могут начать уничтожать вашу жизнь и это всего лишь связано с одним нюансом давайте мы с вами будем разбираться и становиться вместе мудрее терпеливее и в то же время не будем совершать таких ошибок у каждого из нас есть близкие люди есть родственники близкие дальние мы стараемся со всеми поддерживать отношения наши близкие люди наша как говорится кровинки наша кровь но вы должны понимать это что не все родственники по отношению к вам они также добры они также бескорыстны дело в том что каждый человек который есть вашим окружением всегда задается все вопросом осознанно неосознанно а что я буду иметь с той или иной ситуации очень часто особенно в наше вот такое вот тяжелое время многие люди одевая розовые очки не видят кто находится в их окружении и если вы неплохо зарабатываете у вас есть своя квартира вы например живете в курортном городке или в крупно в крупном населенном городе у вас есть свои какие-то определенные материальные блага то вы для своих родственников которые живут например где-то в деревне в селе вы считаетесь уже достаточно богатым человеком и конечно же пора как говорится уже делиться помните остапа бендера в золотом теленке что дайте мне этого человека который со мной поделится деньгами и вот здесь та же самая ситуация вы неосознанно начинаете помогать тем или иным родственникам это начинается с маленьких сумм а потом она перераскивает уже большие суммы что самое интересное эти родственники что вам всегда говорят я тебя отдам но потом я сейчас нет у меня большие проблемы вот поэтому я же тебя и прошу и человек получит подобрать и своей души что он делает он помогает при этом очень часто бывает так что вы можете помогать всем всему своему окружению потому что у вас что вам жалко таких людей они такие вот бедные они такие несчастные они ходят в пальто которому уже там 15-20 лет а то может быть и 40 еще 70-е 80-е годы прошлого века были куплены а у них нет даже денег на то чтобы поехать даже в самые какие-то такие вот самые дешевые страны вы начинаете помогать потому что вам жалко таких людей и вы должны понимать это что такие люди рано или поздно залазят на вам на шею и начинают у вас вас не просто просить материальные блага а уже с вас требовать потому что они считают что вы им должны а почему должна потому что оказывается когда-то они вам чем-то там помогли но за этот период времени вы уже много раз давали деньги но к сожалению никто не помнит представьте себе одно дело брать деньги в кредит в банке где у вас есть кредитный договор да у вас есть кредитная карта которая все высчитывает буквально до копеечки и у вас есть близкий родственник который которого можно взять деньги не подписав никакие документы и просто этого еще можно сказать о том что от мне ничего не давал я не помню такого и вот здесь вы должны понимать это что у вас появляется обида а у того человека появляется злость почему потому что он считает что вы ему должны и вы ему обязаны или другая ситуация у вас было все прекрасно все чудесно вы всем помогали и деньгами кому-то продуктами питания кому-то покупали или оплачивали учебу и так далее и так далее но в один момент у вас что-то жизни произошло и вы уже не можете и вы как бы намекаете что вам должны помочь вы знаете и вас игнорируют вообще забывают отправляют в долгий ящик и говорят не не извини сейчас не время мы мы не можем тебе помочь и как только вы опять поднимаетесь на ноги возле вас появляется много друзей и знакомых которые еще полгода год говорили о том что у них на вас нет времени также обращаем ваше внимание что многие люди еще допускают одну ошибку когда начинают вместе создавать бизнес со своими родственниками да одно дело когда вы создаете бизнес со своим мужем своим со своей женой или со своими родителями но здесь как правило все обсуждается до малейших деталей и одна и вторая сторона они заинтересованы в том чтобы бизнес процветал потому что это деньги в их семью в их бюджет но представляете себе что если вы решаете начать бизнес например со своим двоюродным братом и со своей двоюродной сестрой или кого-то из родственников вроде бы ничего такого страшного и ужасного нет но дело в том что пока бизнес становится на ноги у всех все устраивает вы работаете круглосуточно изо дня в день для того чтобы появились но клиенты деньги в вернуть кредиты долги и так далее но как только у вас появляется квартира своя машина ваш близкий родственник вспоминает о том что пора делить бизнес пора делить деньги хотя этот человек до этого времени просто возможно с вами был потому что он вас просто морально поддерживал или он у вас работал кассиром или менеджером лишь что-то на какой-то вот должности а вы тоже работали но вы мантулили а этот человек приходил на работу с девяти до шести не забывал выпить кофе чай капучино согласно конституции свой обеденный перерыв он уделял себе внимание а вы в это время работали поэтому никогда не начинайте бизнес не начинаете каких-либо отношений в плане бизнеса в плане денег со своими родственниками также старайтесь как можно меньше соприкасаться с деньгами с вашими родственниками например вы работаете в одной компании вы должны понимать это что в такой компании вы должны изначально говорить за какую черту никто не переходит то знаете есть такой вот культура между людьми и красные черты как-то красная черта через которую же никто не имеет право переходить но к сожалению в какой-то момент это все забывается и знаете родственники залазят вам на голову и считают что вы теперь им должны всю жизнь вы должны научиться и понимать то что вы пришли в этот мир и строите сами свою жизнь вы сами развиваетесь вы сами двигаетесь вот даже самый простой пример когда люди учатся на вождению то как правило с ними первое время пока вы человек не получил лицензию да не получил водительское удостоверение он ездит с сенсеем он ездит с человеком который его учит но самое интересное после того как человек получает права он он настолько привык что рядом с ним кто-то сидит то он начинает к себе машину приглашать до человека к с которым он постоянно будет ездить потому что ему так некомфортно неудобно и так далее и вы должны понимать что этот человек наверное на что-то рассчитывает а вдруг вы дадите ключи от машины погонять по городу или сделаете какой-то подарок но он же тратит свое время а человек об этом не думает он думает что но у меня же машина есть тебя катаю и у каждого человека появляются свои взгляды и понимание ситуации кроме того никогда не будьте инициатором в благотворительности и в какой-либо помощь если вас человек об этом не просит пожалуйста не стремитесь в этом помочь потому что вы таким образом отдаете свою энергию благосостояние достатка благополучия возможно вы замечали такие ситуации когда вы стараетесь кому-то помочь человек вообще вас не просил ему это было не нужно потому что у него были свои мысли но тут вы появились со своим по какими-то предложениями человек принимает от вас эту благотворительность и считает что это подарок а не то что нужно отдавать не проходит время человек об этом просто нам все забывает поэтому вы должны себя научить что ваши родственники ваши люди которые находятся в вашем окружении это не значит что вы им должны помогать а не думать о себе если вы хотите отправиться в путешествие отправляйтесь сами вы всегда найдете интересные события увлечения во время отдыха не стоит никого финансировать даже если это ваша ну например двоюродная опять же сестра или двоюродный брат вы можете только так думать что они хорошо к вам относятся да мы не спорим бывает исключение из правил но вы должны понимать это что это бывает более исключение чем правило потому что многие люди просто видят о том что у вас есть деньги и они начинают этим пользоваться поэтому чтобы вами никто не пользовался потому что сейчас пищу дальше обсудим а как это влияет на вашу энергию дело в том что когда вы перестаете оказывать поддержку перестаете уделять внимание тому лиминому человеку при этом не потому что вам надоело бывает а что человек доста становится достаточно сильно занятым человеком и вы перестаете у человека что появляется обида на вас как это вы не помогли и в той или иной ситуации ну как же так вы же должны были а вы никому ничего не должны вы никому ничего не обязаны вот эта обида она разрастается уже до злости до ненависти к вам человек начинает думать о том как вам навредить как подложить вам какой-то подклад в вашем доме или квартире а как на порог что-то бросить многие об этом не задумываются если вы посмотрите кто вам как правило мешает жизни это не какие-то дальние соседи или какие-то знакомые это всегда близкие люди кто первый предает это близкие люди к сожалению это так а то же самое касается родителей родных братьев и сестер до сестер да бывает так что родные и близкие люди в лице мамы папы родные сестры или брата действительно вас поддерживают диссины помогает но к сожалению большинстве случаев как только начинается дележка наследство дележка семейного бизнеса то у каждого человека проявляется своя вот это вот эгоизм вот этот вот злость жадность ненависть проявляется человек ради каких-то пару квадратных метров он готов уничтожить все и всех в своем окружении он забывает о каких-то принципах он забывает о божественных законах которые еще буквально он недавно говорил или клялся например когда кто-то уходил из жизни а сегодня он уже об этом а забыл почему потому что для него сейчас важнее получить те материальные блага и если вы замечали те вот люди которые так борются за это они рано или поздно это теряют конечно на это нужно терпение выдержка но мудрых людей она всегда есть поэтому если в вашем окружении есть такие люди которые готовы на все ради каких-то материальных благ отказывайтесь от таких людей и не становитесь для них такой губкой которые они будут постоянно питаться потому что все начинается с малого вы должны сами об этом понимать или самое простое вы хорошо у вас есть присоединенный участок и вы всегда выращивать помидорчики и огурчики капусточку картошечку и еще умудряетесь раздавать всем своим знакомым соседям и так далее и в один год у вас например не уродила но те люди которым вы ранее раздавали в этот год вы не смогли не потому что вы не хотели а потому что у вас просто навсего не уродила вы допустили какие-то ошибки или вымокло например до был сильный дождь и или еще что-то произошло ли вы или была сильная жара в вашем регионе у каждого свой форс-мажор но этот форс-мажор никто не хочет слышать все на вас уже обида а обида это одно из самых страшных вот энергии которые отправляются другим людям это очень страшный разрушительный посыл который ни в коем случае не стоит поэтому научитесь своим близким родственникам людям не давать в долг деньги или придерживайтесь такого правила что если вы даете деньги значит они вам больше не нужны но здесь возникает следующий закон вселенной если вам не нужны деньги и вы как раздаете их налево-направо своим близким друзьям родственникам и так далее то тогда возникает вопрос а зачем вам вообще деньги если вы их зарабатываете вы работаете на двух-трех работах и в конечном итоге вы раздаете своим родственникам потому что вам их становится жалко но вселенная она мудрая и она понимает и думает о том что а зачем вам деньги коль вы раздаете вместо того чтобы себе купить что-то новое интересное отправиться в путешествие или купить что-то важное вы отдаете другим людям так не должно быть добывают действительно экстренные ситуации когда нужна помощь когда касается человеческой жизни да это наверное важно в каждом случае нужно рассматривать но когда это касается покупки машины когда касается нового телефона или новой кофточки вам нужно десять раз подумать о кого вы в своей жизни имейте своего окружения стоит ли вам таких с такими людьми дружить потому что в один момент они вас просто красиво бросит и закроет за вами входной дверь скажу что извини ты мне больше не интересен а вам будет очень сильно обидно и больно вас даже будут слезы лица с ваших глаз но кому это будет интересно они кому поэтому чтобы такого не было никогда не помогайте родственникам старайтесь как можно меньше помогать знаете старайтесь как можно меньше приводить свой дом людей друзей родственника чтобы меньше кто видел как вы живете что у вас есть потому что смотрите вы хорошо зарабатываете а значит вы можете себе позволить дорогую технику и например у вас например да по дому бегает моющий пылесос а у вашей знакомой которая приходит к вам у нее посещу советский пылесос и она до сих пор не не обновила даже пылесос и она к вам приходит и видит вот это чудо тебя чудо технику и она уже злится она недовольна она тоже это хочет иметь но ведь вы работаете она в это время не работает она находится на уждивении мужа а муж будут дает и деньги когда посчитает важным нужным и так далее поэтому не стоит вникать в другую жизнь и в другие проблемы любите себя цените себя работайте над собой вкладывайте в себя и это всегда вам поможет помните пожалуйста об этом мы всем желаем самого самого наилучшего мы надеемся эти советы вам помогают жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кто вот пренебрегает вашей дружбой кто не придерживается тех или иных принципов потому что возможно это видео откроет глаза и они увидят мир другими глазами а это очень важно знаете одно дело когда вы кому-то говорите и даете знаете советы реками а другое дело когда это вообще посторонний человек иногда это намного быстрее доходит и человек начинает знаете как открывает глаза такой да действительно это касается возможно у вас есть ваша дочка или ваш сын который всегда всем стараются помочь и не думают о том что в один день когда придет день x то им никто не поможет потому что такие люди к сожалению мы всем желаем мыслимых и немыслимых благ и услышимся с вами уже буквально в следующем видео